МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Государство поддержит, главное выполнять взятые на себя обязательства. Президент Беларуси на этой неделе посетил ГОМСельмаш. Время подводить итоги и планировать новый сельскохозяйственный сезон. Подробности в нашем воскресном интервью. Приоритет безопасности. Коммунальные службы обрабатывают жилые дома и детские площадки. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Президент Беларуси в пятницу посетил акционерное общество ГОМСельмаш. Александр Лукашенко ознакомился с выпускаемой сельскохозяйственной техникой и встретился с коллективом предприятия. Этот год ГОМСельмаш заканчивает с хорошими показателями. По итогам 10 месяцев темп роста объемов производства составил 131%. При плане на 2020-й в 110%. Темп роста экспорта 120% при годовом плане 101%. За ходом визита главы государства в ГОМЕЛЬ следили наши корреспонденты. Борт номер один приземляется в аэропорту ГОМЕЛЬ, откуда Александр Лукашенко направляется в открытое акционерное общество ГОМСельмаш. По словам президента, у этой поездки две основные цели. Во-первых, поблагодарить коллектив за поддержку государства и действующей власти. Еще одна задача – проконтролировать выполнение поручения президента по разгрузке складов. Готовые комбайны, еще совсем недавно занимавшие значительную часть территории, сегодня проданы в Беларуси и за рубежом. Более того, новая продукция отправляется партнером сразу после выхода из сборочного цеха. Председатель облсполкома Геннадий Соловей говорит, что такая ситуация наблюдается на многих предприятиях области. Складские запасы сокращаются. У нас, Александр Горож, было валовое производство динамики. Если смотреть, 1,468 млрд, сейчас мы на 2 млрд в месяц. И мы сократили запасы, на 245 млрд мы видим. Хотя и есть проблемы сегодня с экспортом, но это отдельная тема, которую мы на сегодняшний день наращиваем. И смотрим, что нам выполнить эти показатели. Ну, проблема с экспортом, Геннадий Михайлович, она и будет, никуда не денется. Мир остановился. Нет потребления, тем более машиностроительной продукции. Да, мы потеряли, Александр Горож, на экспорте нашего по Беларуси нефти только 4%, потому что мы загрузили свое предприятие. Это немаленькие 400, даже 3000 объем, которые мы на сегодняшний день продавали на экспортную продукцию. Хотя видим, что стратегия наша Беларусь нефти до 28-го года производит 2,5 млн тонн нефти. Мы сегодня 1,7 млн производим. Это по концу года будет. Поэтому у Ляхова есть стратегия развития Беларуси нефти. И мы видим, что со временем будем разрабатывать и припитскую тулажбину, которая – это третий этап наш. Что касается непосредственно Гомсельмаша, то за 10 месяцев этого года темп роста производства превысил 130%, при запланированных 110%. Примерно такая же ситуация с экспортом. Рост 120% при 101-м плановом. Президент уверен, что такие результаты достигнуты не в последнюю очередь за счет повышения качества сельхозтехники. Примером может служить желание сельхозпредприятий Российской Федерации покупать гомельские комбайны. Есть свой завод «Россельмаш», а не прочь купить наши комбайны. Почему? Потому что вы начали по качеству неплохо работать. Но это еще не предел, это не потолок. Держите качество. Будет качество, вот все говорят, производительность, производительность. Это правильно. Но я вам, как бывший аграрий, говорю, что с производительностью мы справимся. Но если не будет качества, не нужна ваша производительность никому. Поэтому каждый рабочий должен видеть то, что он производит. Качество. Должно быть качество. Очень здорово вы поработали по импортозамещению. Миллионы долларов ежегодно по импортозамещению. Вы здесь производите узлы, агрегаты. Вот мы смотрели редуктора, которые вы делаете. Слушайте, все были практически импортные. А сегодня вы все редуктора, которые ставите на свои машины и продаете за пределы Беларуси, вы делаете сами. Ну, можно много перечислять успешных ваших шагов, но, должен сказать, вы сделали хороший шаг вперед. Меня это убеждает в том, что деньги, которые государство в результате поддержки потратило на вас, не ушли в песок. Президент обещает, государство и дальше будет поддерживать таких крупных производителей, как Гомсельмаш. Во всяком случае, речь об их продаже иностранным инвесторам даже не идет. Финал такого шага можно спрогнозировать уже сегодня. Некоторые ко мне приходили и говорят, у вас 8 тысяч работающих, нам столько не надо. А сколько останется? Ну, два, я говорю, спасибо. Три, я говорю, тоже спасибо, что из 8 тысяч три оставим, а 5 тысяч или 6 на улицу выкинем. Такое нам не надо. Если и надо сокращать какую-то численность, то люди на пенсию уходят, кто-то устраивается, трудоустраивается. Да, это процесс, но это живые люди. Это я не заискиваю перед вами. Но более того, вот сегодня директор говорит, что здесь потребность еще 200-300 человек. Отдельный разговор о государственной социальной политике и, в частности, поддержке многодетных семей. По словам Александра Лукашенко, альтернативы здесь нет. Не будет прироста населения, не будет и самой Беларуси. Два человека и двое детей нет воспроизводства. Три – это уже на одного ребеночка в плюс. И если бы у нас семь их было в каждой семье по три человека, у нас бы был прирост. А четыре, пять – это вообще классно. Поэтому я был сторонник того, чтобы поддержать многодетных. Еще одна тема, которая касается президент – протестные выступления. Кто является их настоящим организатором и какие цели преследуются в действительности? Александр Лукашенко уверен – перспектив у сторонников свержения законной власти нет. Жители Беларуси их просто не поддержат. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас немало-немало под сто национальностей живет. Кого-то больше, кого-то меньше, но под сто национальностей. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Нету драк этих. И исламисты не воюют, как они говорят, исламисты. Не воюют мусульмане против христиан, католики против православных. Я всегда говорил о том, это мой лозунг предвыборный и выборы. Каждый должен найти свою дорогу к храму. Что не правильный лозунг? Правильный. Я это всегда проповедовал. И я этим всегда гордился. Поэтому я не националист. А фашизм, определение даю как преподаватель, это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне. И еще одна тема, которая сегодня волнует всех – пандемия коронавируса. Александр Лукашенко призывает не паниковать, но обязательно следовать советам врачей. От сохранения социальной дистанции до ношения масок. Плюс избегать мест, где одновременно собирается много людей. Сегодня это одна из основных причин роста заболеваемости в некоторых городах. Гродно уже на плата вышла, уже не добавляет. Где-то близко Брест. Но больше всего в Минске. Почему? Потому что мы каждое воскресенье тремся друг о друга на этих протестах. И это же люди болеют. И отсюда 500 миллионов долларов, которые я мог бы вложить в час сюда, мне приходится лишить людей. То-то купить, то это, то лекарства какие-то. А это дороговизна. Спрос большой, цены высокие. И куда денешься? Если мы сейчас начнем обычные больницы переводить на лечение ковидных от коронавируса, мы не сможем лечить по другим болезням. А есть же и другие болезни. И они страшнее, важнее, и их больше, чем этих болезней. Поэтому берегите себя. Это самое главное. Но я знаю, что вы люди крепкие. Слушайте, мы с вами не это пережили после Чернобыля. Я думаю, переживем и это. Счастья и успехов вам. Спасибо вам. Александр Тюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. Утеплить стены, помочь найти работу, выдать видеорегистраторы врачам скорой помощи, решить земельные вопросы. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор Погомельской области Юрий Шулейко провел прямую телефонную линию. Подробнее об этом и других важных событиях недели далее в обзоре службы информации. За два часа на прямую линию помощника президента Республики Беларусь, инспектора Погомельской области Юрия Шулейко, позвонили около полутора десятков жителей самых разных уголков области. Первый звонок прозвучал ровно в 10 часов. У жителя Рогачева сразу несколько предложений, одно из которых – приобрести видеорегистраторы для врачей скорой помощи. С ними будет спокойнее и медикам, и пациентам. Традиционная просьба – помочь найти работу. Жительница Кармянского района пожаловалась на недобросовестного предпринимателя, который взял тысячу рублей за установку окна, но работу не выполнил и деньги не вернул. Этот вопрос, как и все другие, которые поднимались на прямой линии, будет рассмотрен в ближайшее время, и жители области оперативно получат исчерпывающие ответы. Компания «Беларусьнефть» приобрела два новых автокрана грузоподъемностью 32 тонны. Это техника МАЗа, уникальная в своем роде. Основное отличие от зарубежных аналогов – она не требует дополнительного специального разрешения для эксплуатации на дорогах общего пользования. Краны будут использоваться для добычи нефти, бурения и проектов по капитальному ремонту. Для организаций, использующих автокраны, это прорыв. Они смогут существенно сэкономить время и деньги при эксплуатации спецтехники. Еще один 25-тонный автокран был передан «Беларусьнефти» вместе с 32-тонными грузовиками. В Хойниках состоялось торжественное открытие пограничной заставы. Новое подразделение Гомельской пограничной группы представляет собой комплекс объектов, созданных в результате реконструкции бывшего штаба ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Образованная в начале 2020 года застава охраняет около 60 километров белорусско-украинской границы в Хойнигском и Брагинском районах. При реконструкции объектов учитывались все особенности службы пограничников на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Кроме того, для эффективной подготовки военнослужащих возведены городок пограничной службы и спортивные объекты. Теплая зима, затяжная весна, засуха и возможный уход на карантин в пандемию. Как все это могло повлиять на урожай 2020? Будем ли этой осенью и зимой с местными овощами и фруктами? И почему забота об урожае – стратегический вопрос? Об этом и не только в интервью программе рассказала заместитель начальника управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского обл. исполкома Елена Филиппович. Итоги сельскохозяйственного года. Каким выдался в этом плане, Елена Петровна, 2020-е? Я сейчас в первую очередь про уборку зерна, но и урожайность в целом. Ну, год, конечно, неплохой. Он лучше предыдущего года, несмотря на все погодные катаклизмы. Урожайность была повыше. В этом году мы набрали, убрали 915 тысяч тонн зерна на молотиле. Это большая цифра. Чуть-чуть, правда, не хватило до миллиона, обидно, но тем не менее. Хочется сказать, что ряд районов у нас в этом году хорошо себя показали, урожайность была существенная. И этот результат выше прошлого года, приблизительно на 200 с лишним тысяч тонн, это тоже большое значение. Ну и, конечно, сложно не отметить, что погодные условия играли свою роль. И мы могли бы взять смело миллион, но чуть-чуть не повезло где-то именно с погодой. Год неплохой, вы сказали, но и непростой. Теплая, достаточно теплая зима. Затяжная весна и засушливая весна. Как вот это повлияло на общую картину? Вы знаете, последние годы вообще же не балуют нас природы. Каждый год что-то приключается. Это, вы правильно выразились, именно бесснежная зима, абсолютно отсутствие влаги, весенняя засуха. У нас вся весенняя посевная кампания проходила в отсутствии, в дефиците влаги. У нас по большинству районов фиксировалась почвенная либо атмосферная засухи. Потом поздние весенние заморозки, которые тоже ничего хорошего не принесли. Большой процент площадей у нас пострадал. Именно пострадал. Что-то полностью погибло, и потребовалось пересев, особенно в нашей части Полеской. Поэтому здесь тоже были свои трудности. Площади, которые пересевали, это пересевались в основном уже однолетними культурами, Проса, Пайза, или чуть-чуть и кукурузы мы пересели, для того, чтобы сохранить зерновой клин. Поэтому большие сложности. И снова к весне 2020. Как при неплохой урожайности, которую мы сейчас видим, пандемия могла повлиять на итоги сельхозгода, если бы мы хотя бы на несколько недель весной ушли на жесткий карантин. Что бы было? Вы помните, весна была очень длинная и холодная. И так все сельхозработы в этом году сместились приблизительно на 2-3 недели. А если бы еще и ушли на карантин, то мы просто провалили бы всю весеннюю кампанию. У нас не было бы с вами так называемого ярового клина. Все сельхозкультуры были бы озимые, и кукурузу, которую мы успели бы потом еще посеять, однолетнюю группу. Соответственно, у нас порядка 120 тысяч гектар пустовали бы. Или их требовалось засеять какими-то однолетними культурами либо травами, на которые тоже требовалось определенные условия, это закупить семена, подготовить почву и так далее. При том, что сельское хозяйство отрасльно-стратегическое и для области, и для Беларуси. Конечно, это отрасль, которая приносит доход, несмотря на то, что ее как бы постоянно у нас у всех на языках, о том, что мы слышим, о том, какие сложности и трудности в ней. Но это действительно так. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы у нас погода баловала, а люди не болели. Это очень важно. Но, тем не менее, мы смогли добиться нормального результата. И в завершении, я так понимаю, что, конечно, итоги сельскохозяйственного года специалисты будут подводить еще долго, анализировать, и это нормально. Но простого жителя интересует, уверен, сейчас один вопрос в этой теме. Будем ли мы на протяжении зимы и весны с большего с местными овощами и фруктами в идеале по чуть менее дорогой цене, в отличие от зарубежных аналогов? Ну, можно уверенно сказать, что будем. Овощи у нас в этом году в достаточном объеме будут. И картофель, и овощи закладываются в стабилизационные фонды для того, чтобы обеспечить соцсферу. Но мы не забываем про осенние ярмарки, которые у нас до поздней осени в республике. И на них можно продать свою продукцию как сельхозорганизациям, так и фермерам, которые выращивают ее. Так что наши полки не будут пустыми. Они будут именно с нашей сельхозпродукцией, произведенной на территории Гомельской области. Плюс хранилища, которые за эти десятилетия построены во многих хозяйствах, они помогут действительно до практически окончания весны сохранить продукцию на прилавках. Совершенно верно. Многие хранят урожай прямо до самого нового. И первый картофель получает, и можно сохранить картофель в хранилищах до получения нового. Конечно, у нас во многих хозяйствах есть картофель в хранилище, овощи в хранилище, построенные как за бюджетные средства, так и за кредитный ресурс во многих хозяйствах. И это дает возможность производителям продать ее по немножко другой цене. Сейчас цена идет как бы у всех ровная, одинаковая, пониженная. Сохранил дольше, продал дороже. Сохранил дольше, продал дороже. Совершенно верно. Елена Петровна, спасибо большое за это интервью. Успехов в делах. И до встречи в эфире. Спасибо большое. Вам всего доброго. Чтобы заболеваемость коронавирусной инфекцией не стала лавинообразной, в Гомельской области почти две недели действует масочный режим. Такое решение было принято в том числе и потому, что некоторые игнорируют социальную дистанцию и пренебрегают элементарными правилами профилактики. А это делает распространение вируса практически неуправляемым. Обязательно надевать маски нужно при входе в магазины, объекты общепита, аптеки, поликлиники, школы, отделения банков, связи, почты и общественный транспорт. На неделе мы спросили у гомельчан, что они думают о новых правилах. Это уже давным-давно надо было вести с самого начала, с первого карантина. Это очень даже хорошо. Пусть люди меньше, конечно, болеют и будут здоровыми. Правильно. А вы носите маску, когда ввели масочный режим или раньше стали носить? Раньше носили. Положительно только. Куда вы носите маску? Я постоянно ношу. И на улице, и везде. Это необходимо для нашего города, чтобы защищались как и себя, так и остальных окружающих. Хорошо и нужно это, чтобы были все здоровы, и никто не болел. А вы скажите, вы начали носить маску, когда ввели масочный режим или раньше? Нет, и раньше. И раньше носила в общественных местах, везде носила. Что бы вы посоветовали окружающим? Окрайщие тоже должны. Которые игнорируют, это плохо. Все должны быть, жалеть людей, которые нас лечат. Поэтому я только за масочный режим и за условия, чтобы все было хорошо. И в продолжение темы. Одни с 10-литровыми емкостями за плечами, другие с компактными баллонами. Уборщики продолжают обработку подъездов, домов, детских площадок и остановок транспорта ДЕС-раствором, чтобы у жителей региона было меньше риска подхватить коронавирусную инфекцию. Как на практике проходит такая работа в жилфонде Гомеля, наблюдала Марина Северьянова. Рабочий день у нас начинается с обработки подъездов с улицы. Это ручная у нас. И домофон протирается. Обрабатывается здесь. 10-литрового баллона хватает на обработку полутора десятков подъездов. За смену Галине с коллегой нужно дезинфицировать более 30-ти. Ежедневно у нас обрабатывается лифт, это перила, стены, потолок и панель. Сразу же тоже человек идет за мной, это все протирает и проходим дальше. Теперь у нас обработка ящиков. Ящики обработаем и начнем обработку перил. Половина всех ЖСПК и товариществ собственников Гомеля сконцентрирована в Центральном районе. Сейчас мы в жилищно-строительном кооперативе на Головацкого. Здесь такие же санитарные нормы, как и в других высотках. Каждый день вам приходится тратить много времени на то, чтобы обработать подъезд. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Знали, что вы уже потрудились и можно спокойно. Ну и почтовые ящики открывают, да, и кнопки в лифте нажимать. Расскажите, из чего состоит вот ваш день? В общем, работа обычно, как всегда, уборка. Уборка – это влажная уборка, лестничные проемы, лифты, кабины лифта. Все. Но когда уже случилась эта наша пандемия, конечно, начало намного сложнее. Потому что нужно ежедневно обрабатывать средствами, во всяком случае, первые этажи, кнопки лифта, в лифте самом, ящики почтовые обязательно, дверные ручки. Ну, все остальное, что на первом этаже находится, обязательно. Это даже не обсуждается, говорится. А скажите, сколько времени уходит, чтобы обработать один подъезд, один средствами? Ну, я тоже не так по времени не скажу. Ну, за полчасика управляетесь? Да, за полчасика. Но это именно обработка, не сама уборка, штабы, все. Это именно обработка первого этажа. Жители дома свою Анну Михайловну очень уважают. И за заботу, и за аккуратность, и за веселый характер. Анна Михайловна очень положительный человек, очень позитивный. Все идет согласно санитарных нормах, все как бы обрабатывается этими специальными средствами. Все, это мы ощущаем на себе. Все очень позитивно. С начала года сфера ЖКХ области на санобработку подведомственных территорий и объектов потратила свыше 900 тысяч рублей. С закупкой детсредств сейчас проблем не возникает. Кстати, с апреля было приобретено более 8,5 тысяч литров антисептиков, более тысячи килограммов сухих порошков и примерно 14 тысяч таблеток. Практически все белорусского производства. Работниками предприятий жилищно-коммунального хозяйства ежедневно проводится колоссальная работа. Это очень важно во избежание распространения коронавирусной инфекции. Задействована по Гомельской области порядка 960 человек, в том числе 367 человек в городе Гомеле. Кроме подъездов, к сфере ответственности ЖКХ относится обработка детских площадок, транспортных остановок и троллейбусов. Это, подчеркивают специалисты, должно снизить риски заражения COVID-19. Однако по-прежнему многое зависит только от каждого из нас. Марина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели. Старейшему вузу области Гомельскому государственному университету имени Франциска Скорины 90 лет. К юбилейной дате в учреждении образования подготовили много интересного. Научную конференцию, выставку достижений, конкурсы и концерт. Наш корреспондент Анна Корольчук присоединилась к праздничным мероприятиям. Сложно переоценить вклад университета и педагогов в формирование личности молодого человека. И речь здесь идет не только о получении информации. В вузе мы выбираем круг общения и сферу для построения карьеры. Педагоги мотивируют нас к саморазвитию. Бывает, что будущая профессия отличается от той, что написано в дипломе. Однако полученные в университете навыки, черты характера и знакомства остаются на всю жизнь. За это выпускники благодарят свою альмаматор. Мне, как выпускнику Гомельского государственного университета, приятно поздравить вуз с 90-летием. Потому что я считаю, что все-таки наш университет – это не только старейший центр науки, культуры и искусства. Это пример для всех тех, кто собирается поступить. Пример для тех, кто занимается наукой. Пример для тех, кто уходит на производство. Потому что наш университет дает дорогу в жизнь многим выпускникам, которые становятся известны не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Заканчивал Скарино в 2007 году специальность физическая электроника, физический факультет. Воспоминания самые лучшие. Все было очень приятно. Преподавательский состав. Да и в общем и студенческий коллектив. У нас, как бы, наше предприятие очень связано с университетом Скарино, сам интеграл. Часто очень бывает, вот, допустим, с Федосенко Николаем Николаевичем общаемся. И, ну, ведем сотрудничество. Все, что я имею на сегодняшний день, это заслуга в том числе университета. И приятно отметить, что в свое 90-летие университет попадает в списки лучших университетов мира. И с приятными словами вспоминается преподавательский состав, который где-то, наверное, даже заменил отца в свое время. И стал, скажем так, фундаментом и основой для становления меня как мужчины. И все это дало, по сути, мне успешный билет в жизнь. Учился с 95-го по 2000-й год. Поступал еще на историка юридический факультет, а заканчивал уже юридический. То есть все потом разделили. Я еще, учась в университете, пошел работать в органы прокуратуры. И, скажем так, диплом уже защищал, работая, будучи действующим работником органов прокуратуры. Мы на сегодняшний день поддерживаем очень теплые отношения практически всеми выпускниками. Постоянно общаемся. Разбросало по всей республике. В Минске много, кто работает, и в Гомеле, в правоохранительной системе, в судах, в нотариате. Ну, практически во всех сферах, связанных с юриспруденцией. Согласно данным рейтинга мировых университетов в Эбометриях, Гомельский университет входит в пятерку лучших вузов Беларуси. Этому статусу предшествовал долгий и сложный путь, который начался в 1930 году с появления Гомельского педагогического института. В 1969 году на базе пединститута был открыт Гомельский государственный университет. Его первый выпуск составил 913 человек. А уже в 1988 году университету было присвоено имя Франциска Скорины. Сегодня на 12 факультетах тут обучается более 9 тысяч студентов. В университете создано два научно-исследовательских института и практически полсотни студенческих лабораторий. Их достижения и инновационные разработки можно было увидеть на юбилейной выставке факультетов «От идеи к внедрению». Ежегодно порядка 150-180 работ отправляются на республиканский конкурс, из которых где-то процентов 80 получают ту или иную категорию. На данный момент 35 человек попали в фонд президента. То есть они отмечены этой высокой наградой, ну и, соответственно, получают определенные льготы, в том числе и как молодые специалисты при устройстве на работу. Процент охвата студенческой наукой составляет почти 50%. Молодые ученые – это резерв будущих кадров. Сейчас профессорско-преподавательский состав университета насчитывает более 500 человек. За личный вклад в развитие науки и образования в регионе они получили дипломы и благодарности руководству университета. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, я должен сказать, что люди, которые работали или стояли у истоков университета, они также преодолевали не меньшие трудности. Я уже говорил, что это основано было в 30-е годы, это тоже было непростое время. Университет пережил годы военного лихолетия, работал в эвакуации в Кировской области, в городе Амутнинск, потом вернулся в город Гомель, восстановил свою работу и за эти годы подготовил сотни тысяч высококвалифицированных специалистов. Конечно, эпидемическая ситуация внесла свои коррективы в празднование 90-летия ГГУ. На протяжении недели учреждение получало поздравления в онлайн-формате из разных уголков мира. Неудивительно, ведь ВУЗ имеет соглашение о сотрудничестве с университетами и организациями более чем из 25 стран. В интернете общались и участники Международной конференции о проблемах и перспективах инновационного развития университетского образования и науки. Для студентов накануне юбилея провели несколько творческих конкурсов и онлайн-викторину на знание истории ВУЗа. Завершилось празднование торжественным собранием, во время которого руководство и профессорско-преподавательский состав университета были награждены грамотами и благодарностями Министерства образования, Гомельского областного и городского исполнительных комитетов. Анна Крайчук, Валерий Гопанько, Игорь Морещенко. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин